Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский, я рад приветствовать вас на своем канале и в этом видео я поделюсь с вами сразу четырьмя техниками нейролингвистического программирования, которые можно использовать мгновенно. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самим техникам, я вас познакомлю с еще одной методологией, которая позволит вам простроить ориентиры для движения к вашим целям. Когда я работаю в индивидуальном коучинге с людьми, как правило, очень часто возникает такая, скажем так, неприятная ситуация, когда человек прекрасно знает, что ему нужно делать для того, чтобы достичь этой цели, которая у него есть. Но он почему-то этого не делает. И как раз таки для того, чтобы в этом разобраться, есть такая техника, которая называется координаты движения к цели. Что нужно делать? Когда я общаюсь с людьми в процессе работы, получается вот какая история. Человек знает, что нужно делать для того, чтобы достичь определенного результата, но не делает. Когда мы начинаем разбираться с тем, почему так происходит, оказывается, что у человека просто нет времени на те действия, которые будут приближать его к цели. И я вам сейчас предлагаю поработать вместе со мной, ставя это видео на паузу, над тем, чтобы осознать, куда же действительно уходит ваше время и почему вы не движетесь к цели. Для этого нам нужно будет сделать несколько подготовительных шагов. Первый подготовительный шаг – это увидеть себя, нарисовать себе свой образ будущего, который вас действительно мотивирует и который включает в себя несколько сфер жизни. Это здоровье, финансы, досуг, карьера, отношения и окружение. То есть вам нужно немножко по линии времени забежать вперед на год, на три, может быть на пять лет. Это зависит от ваших горизонтов планирования. И понять, каким вы хотите видеть себя человеком. Что это значит? Вы просто представляете, кем вы хотите видеть себя через пять лет. В плане здоровья, каким вы хотите видеть себя человеком. В плане финансов, какой вы хотите иметь уровень дохода. Досуг, как вы хотите проводить свободное время. Кем вы себя видите в плане профессии, карьера, самореализация. В отношениях, какие вы хотите строить отношения со своими близкими. И каких людей вы хотите видеть вокруг себя. Почему это важно? Потому что когда у нас есть видение, к чему мы хотим прийти, тогда нам легче к этому прийти. Если вы себя не видите никем, то скорее всего это видео как раз таки не для вас. Поэтому постарайтесь каким-то образом себя представить. Не получается увидеть себя через три года, увидите себя через год. Ну или в крайнем случае через полгода. Но самое главное, чтобы это был достаточно большой промежуток времени. Когда вы проанализировали, кем вы себя хотите видеть, вы увидели образ этого человека. Причем очень рекомендую увидеть себя со стороны. В буквальном смысле, не своими глазами представить, вот я через три года путешествую по такой-то стране, зарабатываю там такую-то сумму денег, а именно увидеть того человека. Как вы реально визуально выглядите, какая у вас фигура, какая у вас одежда, какие люди вас окружают. Ну и так далее и тому подобное. Не буду повторяться с этим всем. Дальше, что нужно сделать? Дальше возьмите лист бумаги А4 и разделите его условно на 4 квадранта. В верхней строке напишите слово «приближают» и «отдаляют». В вертикальной строке напишите «приятные» и «неприятные». Речь пойдет как раз-таки о действиях. Вот когда вы уже представили того человека, каким вы хотите быть, вам стоит провести сейчас анализ той деятельности, тех действий, которые вы производите сейчас. Что это значит? Вам нужно взять определенный промежуток времени, ну допустим, три дня, или лучше всего возьмите промежуток времени в неделю, вот семь дней, начиная с понедельника, заканчивая воскресенье вечером. И здесь нужно фактически расписать те вещи, которые вы фактически делаете. Смотрите, когда вы разделили лист А4, у вас получилось таких условных 4 квадранта. В первом квадранте будут те дела, которые первое, приближают вас к цели, и они приятные по ощущениям, то есть вы любите это делать, это то, что вы любите. Я этот квадрант называю «страсть». Это то, что вас не нужно там кнутом заставлять себя что-то делать. Дальше, есть следующий квадрант, который называется «приближают, но неприятные». Я называю этот квадрант «сила воли». Третий квадрант – это те вещи, которые вас отдаляют от цели, но они приятные. Я сейчас тоже поясню, что это за такие вещи. Я его называю «дно», так, символически. И есть вещи, которые, кроме того, что они неприятные, так они еще отдаляют вас от вашей цели. Давайте разберемся конкретно по квадрантам, что же, куда писать. Вот смотрите, вы берете вашу среднестатистическую рабочую неделю. Ну, допустим, та неделя, которая уже закончилась. И вам нужно проанализировать реальные фактические действия. В квадрант, который вас приближает к цели и где прописаны приятные вещи, вы запишите все то, что вы непосредственно любите делать. Ну, я здесь привел несколько простых примеров. Это скорее то, что я люблю. Чтение книг, съемка видео и публичные выступления. Это то, что вот меня драйвит, мне не нужно заставлять это делать. Дальше есть квадрант «вещи приятные» и те вещи, которые нас отдаляют от цели. Здесь я тоже привел несколько примеров. Поедание сладостей, социальные сети, курение, алкоголь. И есть еще такая неприятная привычка у многих людей. Это самобичевание или, я не буду называть это словом депрессия, а, допустим, грустные мысли. Вот в этот квадрант вам нужно написать те вещи, которые в краткосрочной перспективе приносят вам удовольствие, например, как поедание сладостей. То есть, вы сейчас скушали шоколадку, получили удовольствие, вам было приятно, ну прям кайф. Но в долгосрочной перспективе это несет вред вашему здоровью по накопительной системе. И когда вы себя представили, вы себя представили через три года стройным, красивым, либо стройной, красивой, а здесь есть те вещи, которые вас фактически от этой цели отдаляют. И это печально. Я потом расскажу, что делать с этими вещами. Напомню, что этот квадрант называется дно. Это все сиюминутные удовольствия, которые отнюдь в долгосрочной перспективе они не приносят вам непоправимой пользы. Следующий квадрант это вещи, которые вас приближают к цели, но их делать неприятно. Вот, допустим, вы себя видите здоровым человеком, здоровым, красивым, да, вы хотите улучшать здоровье, но вы не любите ходить, допустим, к стоматологу, или в принципе не любите врачей, не любите ходить к доктору. Может быть такое, но для того, чтобы вам двигаться к этой цели, вам нужно это делать. Я не просто так назвал этот квадрант сила воли, потому что здесь мы делаем вещи неприятные, но они нас движут вперед. Либо, допустим, холодные звонки, если вы развиваете свой бизнес, либо просто работаете в бизнесе и вам нужно искать клиентов. Многие люди не любят этого делать, считанные единицы любят делать холодные звонки. Но эти действия фактически, они приближают вас к цели. Дальше. Уборка в квартире – это неприятная вещь для многих людей, но она во всяком случае помогает ваше окружение, окружающую вашу среду поддерживать в чистоте и в том виде, в котором вы ее хотите видеть. Что здесь еще может быть? Ну, допустим, занятие спортом. Многие люди хотят иметь красивое тело, но они не любят заниматься спортом. Я, кстати, тоже не очень люблю, но иногда этим все-таки занимаюсь. Либо монтаж видео. Вот я, к примеру, люблю снимать видео, люблю выступать публично, но вот не люблю монтировать видео, вот просто не люблю. Или я, допустим, очень люблю проводить тренинги, да, я написал публичные выступления, но я очень не люблю готовиться к тренингу. Хотя это меня приближает к цели. И здесь мы действуем на силе воли. В этом же видео я буду рассказывать, как сделать так, чтобы то, что мы делаем на силе воли, перемещалось сюда. И дальше. Есть такие вещи, которые, квадрант, которые я называю болото, это вещи, которые вас отдаляют от вашей цели, и они неприятные. И самое удивительное, многие люди долгое время этим занимаются. Почему я об этом говорю? Потому что наверняка сейчас кто-то найдет себя. Да, смотрите, есть такое понятие общения с токсичными людьми. Есть общение с теми людьми, которые вас разрушают. И здесь я просто привожу примеры. И смотрите, это делать и неприятно, и это в том числе, скорее всего, вас не приближает к вашей цели, а наоборот отдаляет. Либо ходить на нелюбимую работу. Можно всю жизнь так прожить, да, ходить на нелюбимую работу, и надеяться на то, что вы откройте свой бизнес, либо вы смените, наконец, эту сферу деятельности. По факту вы свое время тратите на вещи, которые отдаляют вас от цели. Либо еще такой классический пример. Иногда некоторые люди живут с нелюбимым человеком, потому что так принято, потому что разводиться нельзя, и так далее, и тому подобное. То есть вам нужно сейчас, имея вот этот квадрант, проанализировать всю свою неделю, и на что уходит ваше время. Заполнили этот квадрант, когда вы нашли те действия, которые вас либо приближают, либо отдаляют от ваших целей. Цель должна быть глобальная. Это глобальное видение себя. Вам нужно немножко поанализировать, прям поставить это видео на паузу, для чего нужен этот анализ. То, что находится в этом квадранте, нужно постараться вообще перечеркнуть. Почему я говорю перечеркнуть? Потому что эти вещи, они кроме того, как не приносят вам удовольствия, так они еще отдаляют вас от достижения цели. Спрашивается тогда, зачем я это делаю? Задайте себе вопрос, для чего мне это сейчас? Да, здесь я привел примеры, из которых достаточно тяжело вырваться, но очень важно осознавать свои цели и осознавать свои базовые ценности. Поэтому это важно. Дальше. Те вещи, которые вас отдаляют от цели, но приятные, с ними тоже нужно работать. И это, как правило, какие-то, ну скажем так, не самые позитивные привычки, но с этим есть инструментарий, как работать. И я уже совсем скоро начну рассказывать, что с этим делать. И вот этот квадрант, сила воли. Смотрите, сила воли, это очень классное качество. Оно есть у каждого человека, но его размер, он очень сильно разный. И это говорит нам о том, что сила воли это такой ресурс, но ресурс ограниченный. И если вы всю жизнь будете делать вещи, которые приближают вас к цели, но они вам не приносят удовольствия, это неприятные вещи, в какой-то момент вы словите эмоциональное выгорание и вообще обесцените все свои стремления. Поэтому сейчас я начну уже делиться теми техниками, которые вам помогут. Вот эти вещи, которые вы делаете на силе воли, передвинуть в этот квадрант, который называется страсть. Это те вещи, которые вы любите делать, и вас не нужно заставлять это делать. Вот в чем есть смысл этого квадранта. Можно назвать этот квадрант, квадрант Юрия Пузыревского, потому что это чисто моя разработка, вы нигде ее больше не найдете. И кстати, напишите в комментариях, я сейчас задумываюсь о том, как все-таки назвать эту систему координат. Я назвал координаты движения к цели, но может быть кто-то из вас придумает хорошее название для этой методики. Методика проверенная, я уже больше двух лет именно с этой методикой помогаю людям разобраться, почему же они не делают то, что им нужно делать, а делают совершенно другие вещи. Поэтому буду благодарен вам, если вы в комментариях напишите мне, во-первых, примеры, которые у вас получились в болоте, примеры, которые у вас получились в секторе дно, а во-вторых, поможете мне с названием. Итак, переходим непосредственно к NLP техникам. Я обещал, что дам вам целых 4 техники, которые можно использовать мгновенно. Первая техника это паттерн взмаха, что значит паттерн взмаха. Есть такая техника в NLP, она называется взмах. Я об этом снимал уже несколько видео. Первое видео вы посмотрите в подсказках. Оно очень старое, достаточно примитивное, там плохой звук, но, кстати, когда будете смотреть видео про технику взмах, я там сделал ссылку на Яндекс.Эфир, где улучшенное аудио. Напишите в комментариях, если вам нужно, чтобы я переснял видео в хорошем качестве про технику взмаха. Мне это тоже будет хорошей подсказкой. В чем здесь смысл? Здесь в этом видео я расскажу очень коротко. Вот когда вы создавали тот позитивный образ себя, того себя героя, ту себя красавицу, того человека, которым вы будете сами гордиться, то есть успешный образ себя, визуальный образ, как вы выглядите, какие люди есть вокруг вас, какой у вас язык тела и так далее. Вам нужно в буквальном смысле этот образ научиться представлять у себя в голове и видеть себя со стороны. Вам нужно запечатлеть эту картинку, но вам нужно максимально разукрасить эту картинку. И еще раз обозначу, вы должны себя видеть со стороны, потому что это усиливает мотивацию. Ваше желание поскорее вскочить в этот образ должно быть очень сильным. То есть вам нужно до тех пор работать с этим внешним образом, каким человеком вы хотите себя видеть, до тех пор, пока этот образ не начнет вас прям вот притягивать и вам будет хотеться сделаться этим человеком. Когда у вас есть уже этот образ и вы встречаетесь с вот этими вещами, которые вас отдаляют от цели, но они приятные, вам нужно научиться у себя в голове очень быстро переключать картинку. То есть, когда вы видите какую-то сладость, вам нужно очень быстро, во мгновение ока, уметь переключить и увидеть перед собой тот образ желаемого себя. Понимаете, что нужно сделать? Я размещу несколько ссылок, где есть техника в замах, чтобы вы больше детально понимали, о чем я говорю. А если нужно, сниму еще дополнительное видео. То есть, видите шоколадку, не можете устоять. Вам нужно быстро у себя в голове включить этот образ. Образ нового себя, который вас будет мотивировать. И таким образом вы натренируете себя не поддаваться сиюминутным удовольствием, а отказываться от этих всех вредных вещей. Или там, увидели, не знаю, сигареты, которые вы любите курить. Вам нужно очень быстро подкинуть у себя в сознании вот эту картинку того образа себя, которым вы хотите себя видеть. И это будет вас останавливать, и вы перестанете делать вот эти вещи. Следующая техника, которую вы можете, опять же, использовать мгновенно, это якорение. Что такое якорение? Якорение это тот классический стимул реакция собачки Павлова, когда собаки подавали еду, потом зажигали лампочку, а потом просто у нее начинала течь слюна, а потом просто включали лампочку, у нее начинала течь слюна уже без еды. То же самое происходит с нами. Смотрите, друзья, это работа с состоянием. Это работа с состоянием, и очень хорошо с этим работает Энтони Роббинс. Он постоянно хлопает себя в ладоши, он постоянно прикасается своего тела. Кстати, на эту тему есть хороший прямой эфир, где я демонстрирую, как вы можете себя якорить. Я тоже помещу это видео в подсказке, чтобы вы могли найти и понять, как конкретно с этим работать. Смысл очень простой. Когда вы чувствуете себя очень хорошо, выберите себе на теле одно место. Это может быть внешняя сторона ладони. Допустим, делаете вот так. Либо это может быть грудь, если вы мужчина. Если женщина, то тоже можно. То есть вам нужно прямо в тот момент, когда вы испытываете хорошие, позитивные переживания, когда вы довольны собой, вам нужно делать вот это подкрепление. Некую волшебную кнопку себе создаете. Кинестетический якорь, он хорош чем? Он очень хорошо работает. Поэтому вы можете прямо сейчас уже начинать вспоминать те состояния, случаи в жизни, когда вы чувствовали себя прекрасно, и когда вы чувствуете, что вы на этом пике, прямо делаете себе якорение. Для чего это нужно? Это нужно как раз таки для того, чтобы уметь управлять собой, когда вам нужно делать какие-то вещи, но вы не чувствуете энергии. Что это значит? Ну, допустим, вам нужно сходить к зубному врачу, а вы этого боитесь. Когда вы себе уже сделали несколько хороших кинестетических якорей, об этом тоже есть уже на моем канале отснятые видео, я тоже размещу ссылки на эти видео, вы можете включать этот якорь, и у вас состояние будет уже меняться, и вы уже будете чувствовать себя более ресурсно. И тогда вам эти вещи будет делать легко. Это следующая техника. Очень важно уметь якорить. Следующая, третья техника, которую вы можете использовать мгновенно, она как раз таки поможет вам избегать вот это самобичевания, либо грустных мыслей. Это разрушение глазодвигательных стратегий. В НЛП и не только в НЛП уже давно доказано, что наши глаза при определенных обстоятельствах совершают определенные движения. Если человек что-то визуально вспоминает, его глаза идут туда. Если человек визуально что-то конструирует, точнее представляет что-то, чего он ни разу не видел, его глаза идут туда. Если человек воспроизводит у себя в голове какой-то звук, то его глаза идут сюда, параллельно ушам. Если человек сочиняет какой-то звук, то его глаза пойдут в эту сторону. Если человек испытывает какие-то ощущения, либо вспоминает какие-то ощущения, его глаза пойдут в эту сторону. Если человек что-то проговаривает себе внутренним голосом, его глаза пойдут, соответственно, в эту сторону. Для левши схема меняется, просто зеркально меняется. У меня глазодвигательные стратегии, я понимаю, что вы сейчас начнете уже отслеживать меня. Для меня глазодвигательные стратегии по-другому, у меня как у левши. Ну так вот получилось. То есть я плохой образец для выявления глазодвигательных стратегий. Эти стратегии работают абсолютно у всех. Что вы можете с этим делать? Кроме того, что вы можете распознавать, к какой репрезентативной системе сейчас ссылается ваш собеседник. Ну это скорее тема не этого видео. Кстати, если вам нужно видео по глазодвигательным стратегиям, напишите в комментариях. Нужно видео подробное по глазодвигательным стратегиям, я обязательно его сниму уже в новом качестве. Я когда-то уже давно снимал. Ну скажем так, годы идут, я развиваюсь, и техника развивается, качество видео развивается. Ну и наверное подача тоже сильно меняется. Поэтому если вам нужно видео про глазодвигательные стратегии, я вам сниму дополнительное. Но сейчас я хочу обратить внимание, чем это может вам помочь лично вам, не в отношении других людей. Смотрите, когда вы погружаетесь в какое-то состояние определенное, у вас также срабатывает какой-то глазодвигательный шаблон. То есть, когда вы начинаете думать грустные мысли, ваши глаза, скорее всего, они застревают в какой-то одной из этой позиции. У каждого человека по-разному. Ну допустим, вот смотрите, вы переживаете о каком-то старом событии, произошедшем с вами. Скорее всего, ваши глаза пойдут сюда и какое-то время там застрянут. Вам нужно обратить внимание именно в тот момент, когда вы переживаете что-то неприятное, где находятся ваши глаза. Почему это важно? Потому что, если вы, допустим, о чем-то переживаете, от вас ушел мужчина или от вас ушла женщина, или вы переживаете о будущем. Обратите внимание, когда вы об этом думаете, где находятся непосредственно ваши глаза. Допустим, они находятся здесь. Для того, чтобы вам быстро изменить это состояние, вам нужно всего лишь обратить внимание, где находятся ваши глаза и перевести ровно в противоположную сторону. Допустим, если вы вспоминаете о каком-то неприятном событии и ваши глаза пошли сюда, вы можете заметить это и перевести их вот сюда. Что произойдет тогда? Вы разрываете глазодвигательный шаблон. Есть даже специальная техника, которая называется десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз. Это терапевтическая техника, которая с помощью глазодвигательных стратегий помогает избавиться от травмирующей ситуации. Но мы сейчас не говорим про тяжелые клинические случаи, а мы сейчас говорим просто про вашу жизнедеятельность. И если вы заметили, что вы находитесь в неэффективном и нересурсном состоянии, обратили внимание на то, где находятся ваши глаза. Ну, допустим, вы занимаетесь самобичеванием. Обычно, когда человек говорит что-то сам себе внутренним голосом, его глаза находятся где-то здесь. Вам нужно моментально постараться глаза перевести в противоположную сторону. И тогда вы сможете уже думать о чем-то другом. Берите на вооружение и если нужно, все-таки на эту тему мы снимем более конкретное обширное видео. Следующая техника, которая поможет вам быстро менять свою жизнь к лучшему. Это навык. Это навык осознавания своих ценностей более высокого уровня. Сейчас поясню, что это значит. Ну, допустим, у вас есть цель. Вы хотите купить квартиру. Окей. Или вы хотите выйти замуж. Либо вы хотите жениться. Любая ваша такая физическая цель, которую вы хотите достичь. Либо вы хотите съездить в какое-то путешествие. Вам нужно посмотреть, если это ваша цель, а здесь находитесь вы. Вам нужно посмотреть, какие ценности стоят за этой целью. Как это сделать? Ну, допустим, вы хотите выйти замуж. Окей. Есть такая цель. И вот вы выходите замуж. Задайте себе вопрос. Для чего я этого хочу? Что со мной будет, когда я это получу? Многие женщины, конечно, по ошибке думают, что когда они выйдут замуж, они станут счастливыми. Ну, пускай. Я сейчас не буду вас в этом разубеждать. Но, окей. Мы выяснили первую высокую ценность. Счастье. Окей. Что вы будете испытывать, когда вы выйдете замуж? Вы будете испытывать, возможно, удовлетворение. Окей. Смотрите. Уже две высоких ценности. Счастье и удовлетворение. А сейчас задайтесь вопросом. Что вам мешает испытывать счастье и удовлетворение прямо сейчас? Скорее всего, вы не найдете вразумительного ответа. Либо начнете опять загонять себя в какое-то самокопание. Давайте второй пример. Мужчина. Я хочу такой-то, такой-то автомобиль. Окей. Ты этот автомобиль хочешь для чего? Садай себе вопрос. Что будет, когда я получу этот автомобиль? Человек скажет. Я стану счастливым. Я стану более свободным. Я начну чувствовать себя лучше. Я буду более уверенным. Окей. Какие ценности стоят за автомобилем для этого мужчины? Счастье, свобода, удовлетворенность, уверенность. Окей. Задайся вопросом. Что мешает тебе чувствовать сейчас? Счастливым себя, удовлетворенным, самодостаточным. И я уже не помню, что я там перечислил четвертое. Но ничего. Понимаете смысл? Смысл заключается в том, чтобы найти то, что стоит за вашей целью. И найти способ получить доступ к этому ощущению прямо сейчас. Как правило, это счастье, любовь, свобода, самореализация и так далее. Ну что ж, мои дорогие. Большое спасибо за просмотр этого видео. Сразу 4 и даже 5 техник. Это техника, конечно, из коучинга. Но 4 техники классической НЛП. Это умение сделать быстро взмах. Кстати, вот тот же Арнольд Шварценеггер. Для чего он всегда делал какие-то визуализации? Он говорил, если я решил чего-то достичь, я сначала представлю себя этим человеком, а потом начинаю себя вести, как этот человек. По большому счету, он делал взмах у себя в голове. Если он чувствовал какую-то прокрастинацию или лень, что ему давало как раз-таки большую возможность двигаться к своим целям? Он очень быстро проделывал взмах. То есть, он умел представлять у себя перед глазами самого себя в будущем. Это первая техника. Вторая техника. Это якорение. То есть, уметь запечатлеть у себя на теле, создать себе определенный стимул и натренировать себя для того, чтобы уметь включить ресурсное состояние, когда вы сталкиваетесь с какими-то вещами, которые делать не очень приятно. Следующая техника. Это умение разрушать глазодвигательную стратегию, которая сулит неэффективное поведение, переводя взгляд в другую сторону. И четвертое. Это умение распознавать ценности более высокого порядка. Если это видео было вам полезным, обязательно ставим лайк. Делимся этим видео со своими друзьями. И, пожалуйста, перейдите, посмотрите другие видео на моем канале. Они будут для вас так же полезны, как и это видео. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.